всем привет сегодня мы несколько отойдем от привычного формата видео и вместо того чтобы обозревать нашего капского ворончика стена или лягушат как они растут мы будем обозревать мадагаскарских тараканчиков а точнее их содержание в неволе что ж это было спонтанное решение поскольку прошла неделя и решил почистить их временный террариум в котором они живут а содержуя их вот в этом замечательном садке для сверчков которые к слову я купил на осеннем рептилиуме 2019 года можно увидеть его ценник я использовал его как для сверчков но в принципе сверчком подходит и другие садки я использую для того чтобы временно содержать мышат и вполне взрослых мышей перед кормлением но сейчас я использую его для того чтобы содержать мадагаскарских тараканчик и несмотря на то что садок достаточно небольшой он идеально подходит для именно для мадагаскарских тараканов почему потому что как мы видим мадагаскарские тараканы очень не любят открытые поверхности вот тут можно увидеть как они буквально сбились залезли головой в картонную ячейку от яиц и не хотят никак побиваться собственно первой причиной почему я решил обозрить тараканчиков это чистка их так сказать садка вторая причина состоит в том что мои тараканчики поскольку они у меня находятся недели две-три уже успели размножиться и вот мы видим таракане молоть буквально я не знаю сколько не считал но достаточно много маленьких мадагаскарских тараканчиков при этом из-за их привычек постоянно прятаться где-нибудь вот так вот зарываться башкой головой своей куда-нибудь узкие места они идеально подходят и не пытаются убежать из садка хотя через вентиляционные щели самый маленький тараканчик легко мог бы оттуда убраться но они не любят свободные пространства наоборот они любят узкие пространства поэтому я просто засниму этих маленьких тараканчиков наиболее идеальное место для них это складки салфетках они очень любят ползать именно между них и собственно первое что я сделаю это застилю садок именно парочкой салфеток чтобы маленькие тараканчики могли в нем бегать салфеточки и сразу даже не раскладывая их просто укладывая в четверо сложенные салфетки на дно садка собственно маленькие тараканчики это вторая причина по которой я решил заснять это видео ну а третьей причиной является то что один из тараканчиков полинял вот мы можем видеть его так сказать пустое раскрытую буквально на голове со спины от головы проклюнутую предыдущую совсем мягкую тонкую оболочку которую несомненно тараканчики съедят ну а сам полинявший а вот он совсем беленький темным цветом выделяются лишь некоторые внутренности которые можно увидеть буквально тараканчик стрессует он хочет убраться куда-нибудь где узко но мы ему не дадим главное чтобы слив не убежал он очень мягкий на ощупь очень мягкий и вот такой вот мы большой полинявший тараканчик естественно он также будет прятаться собственно хочу также немного сказать о кормлении тараканчиков мадагаскарские тараканчики у нас мало мало ешки они очень мало едят то есть питание им нужно ну достаточно небольшое количество еды при этом в основном они будут питаться фруктами в этом плане идеально подходит например кусок яблока можно дойти до банального и просто оставить им огрызок которые вы не доели они с радостью умнут его за несколько дней до он не успеет засохнуть скорее всего они просто его съедят но даже если он засохнет они все равно будут прожать его есть пока он совсем не станет сухарем вот у меня есть кусок яблока он уже достаточно сухой его кстати тоже облюбовал маленький тараканчик в качестве укрытия потихоньку они его все равно подъедают что таракан едет плохо так это овсянку в отличие от всяких сверчков мышек и прочих зафобосов овсянку тараканчики практически не едят а вот что стало для меня сюрпризом так это то что они едят мясо я в этом успел убедиться поскольку не так давно давал им умерших лягушат из своего акватеррариума вот тут наша дружненькая семья скучковавшиеся при этом маленькие тараканчики в случае если не могут найти укрытие прячутся под большими это очень забавно у наш беленький падает и сразу убегает куда-нибудь против того что тараканчики не имеют ничего против чтобы под ними пряталась молоть не знаю инстинкт ли это какой-нибудь родительский вряд ли конечно просто проявление солидарности может быть может какой-то внутривидовой симбиоз конечно же я не мог не записать как они шипят маленькие еще не шипят а вот крупные если даже не дотронуться будут убегать и шипеть собственно мы тут 9 больших тараканчиков и где-то с порядка штук 30 маленьких поэтому за ними нужно все-таки регулярно убирать хотя бы раз в неделю что я делал сейчас ну а мы постепенно будем перемещать тараканчиков обратно садок переместим буквально все картонные ячейки это лучшее место чтобы они там бегали они очень любят тесноту обязательно вернем пустую оболочку от полинявшего тараканчика они все равно ее съедят это необходимые для них витамины белки ну а чуть позже я вытрясу вот из этих старых салфеток молодых тараканчиков сделать это будет не так то легко поскольку и раздавить не хочется и оставлять их там также нельзя они там шевелят усами своими впрочем вернусь немного к еде как я говорил овсянку не не едят но едят мясо в качестве мяса сойдет буквально любое умершее насекомое в частности я использую гусениц барашника вот здесь вот неудачный экземпляр гусеницы которая все-таки умерла и также сухо для них подойдет сухой корм для сверчков они а также будут охотно есть впрочем чему я не удивился так это тому что в определенный момент у меня начали пропадать нектарины и я нашел этому применению фактически теперь тараканчики смогут поесть нектарин я уже давал им нектарины и они постепенно также его ели несмотря на то что порт портился дух и так далее это очень мощный для них заряд влаги они будут его есть буквально с удовольствием даже если он будет продолжать портится при этом косточку они конечно не съедят но вот орешек внутри нектарины также был очень быстро съеден понятно кем но мы глянем последний раз на нашего полинявшего тараканчика сухое яблоко мы не будем оставлять нашим тараканчиком в принципе вот так вот ни один таракан у меня не умер при таком содержании то есть содержится они очень легко в том числе и как домашние питомцы если преодолеть так сказать предрассудки по поводу того чтобы брать таракана в руки вполне оказывается что они очень милые домашние питомцы а вот этот беленький даже пока не шипит из за того что его пальцы достаточно мягкий еще и при этом он сам мягкий на ощупь глянем на него положим обратно садок они с радостью переходит с рук на картонные ячейки потому что понимают что где-то там можно спрятаться что собственно тараканчик и делал а сейчас я пожалуй взаимусь тем чтобы доставать маленьких тараканчиков мне понадобятся обе мои руки поэтому на этом сеанс я к заканчиваю до мадагаскарские тараканы так легкие в содержании и достаточно экзотичны главное преодолеть тот самый порог неприязни видовой до новых встреч